а вот такая вот сегодня зелененькая посылочка я как-то немножко небрежно кинул это на самом деле неправильно это не мое отношение к ней это просто кинул чего по большому счету с ней будет пришла с деком с дек мне в этом отношении нравится я им сам посылаю много чего да что ж так вот посмотрим как могут вскрыть чтобы что-то украсть да ни хрена не вскрою чтобы что-то украсть будет сразу видно поэтому просто рвём да 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 вот такая вот упаковка не хухры мухры или хухры мухры ну ребят да все таки надо понимать то что у нас те кто делает это сам это но зачастую не особо большие фирма да это энтузиасты которые сами живут этим которые там пришли куда-то в спорт какой-то да там в оружейку и начали все это дело разрабатывать начали все это дело делать в принципе их ну там по пальцам можно посчитать каждый там что-то свое додумывает доделывает зачастую если там у таких людей до делается партия чего-то нового там появляется брак они все дело за свой счет переделывают но вот в этом отношении они молодцы поэтому но вот упаковка это собственно говоря в принципе трата да можно сделать красивую упаковку это будет стоить денег но смысл тебе же нужен товар нашем случае это тактический оружейный ремень долг м3 процент универсальная комплектация в принципе там насколько помню есть комплектация оружейная и какая-то еще но не суть об этом чуть позже можно будет поговорить пока мы его просто рассмотрим обсудим и оставим все это дело в открытом виде вы сможете мне написать в комментариях к видео чтобы вы хотели но мелочь такая да но чтобы не потерялась на таком карабинчике пластику как не карабинчик стяжечка как правильно сказать сложный вопрос вернись назад я все прощу возвращайся значит в моем случае помимо но стандартной комплектации у меня еще присутствует такая вот штукенция она нужна для двух вещей ну во первых она еще чуть мягче будет сидеть да на плече на шее там куда ты это будешь вешать и второй момент немаловажный плюс у нее есть определенная плавучесть то есть если скажем вы нарушили все правила и выпили да на охоте а если вы не нарушили правила но вы рукожоп там или что то еще ну произошло такое то что вы уронили в воду свое оружие ну это крайне плохо да в данном случае произойдет что вот эта часть имея плавучесть она поднимется вверх и чисто технически вы сможете там чем-нибудь ее подзабагрить и свое любимое ружье в этом случае достать что тут я гремлю гремлю а по факту ой 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 тактические решения долг м3 делают они еще подобные ремни для камер по фотографиям достаточно удобно по всему остальному не скажу довольно замороченная штука в целом я думаю на этом можно обзор немножко под закрыть посмотреть на качество по качеству по прошивке по всему остальному я проблем не вижу и что я сделаю я а использую его на не тактическом а обыкновенном пинбольном маркере посмотрю насколько будет это удобно носить ну то есть мы понимаем бумажка улетела то что это в принципе для там ак-образных каких-нибудь там в общем для оружия вот простой пинбольный маркер он ну немножко не тактичен и не тактичен откуда у него тактичность он стреляет он не тактический а ремень тактический и вот посмотрим насколько этот маркер станет удобен с этим ремнем а также я сделаю отдельный обзор на этот ремень непосредственно с такой штукой как вепр 205 два нуля посмотрим насколько он удобен будет с боевым оружием поэтому я думаю вот такой обзорчик мы закончим на этом назовем его больше наверное превью и собственно говоря пойду не спеша я знакомиться со всем этим делом поближе смотреть насколько он удобен готовиться к обзору делать обзор и выкладывать его вам если вам это интересно задавайте вопросы в комментариях можете писать в личку заходите в группу вконтакте подписывайтесь и ждем полноценного обзора всем всего до скорых встреч